Говорят, что эта машина никогда не даст вам забыть, что вы миллионер, потому что суммы на ремонт выходят очень крупными. Правда ли это? Давайте разбираться и пристально рассмотрим Range Rover третьего поколения. Вы на канале «АвтоСтронг» и мы начинаем. Судьба у этого внедорожника сложная. Англичане начали его проектировать, когда компания была под крылом BMW. В продажу он поступил под руководством Ford, а смена поколений произошла под патронажем индийской Tata. Поэтому Range Rover перемерил много двигателей и пережил два рестайлинга. Может, из-за всей этой менеджерской чехарды пострадало качество? Портится ли внешний вид Range Rover, либо же он веками сохраняет нарядный вид, как Букингемский дворец? К сожалению, есть в этом автомобиле пару очагов ржавчины. Прежде всего расцветает кромка верхней створки задней двери. Дверь перекрашивали по гарантии, перекрашивали после гарантии, но она всё равно расцветает. Поэтому перекрас – это только вопрос времени. В нашем случае владелец замазал кромку мастикой, что тоже является хорошим методом борьбы с коррозией. На Range Rover, выпущенных до 2011 года, часто рвались ограничительные тросики нижней створки двери багажника. Также у всех машин скучивается краска и развивается коррозия задних арок. Говорят, если сделать хорошую антикоррозийную обработку за задними подкрылками, то тогда надолго можно продлить эффект перекраски и подварки задних арок. Ну а если владелец совсем не борется с очагами коррозии, то тогда начинает отшелушиваться краска на порогах задних дверей. Интересная проблема у Range Rover – это ржавление и разбухание колёсных гаек. После этого оригинальный ключ на 22 на них не налазит, приходится использовать ключ на 23. Также очень предусмотрительные владельцы вводят с собой ещё головку или ключ на 21. Она нужна, если сорвутся наружные колпачки. Сразу перейдём к электрической начинке Range Rover. Машины первых годов выпуска доставляли очень много проблем. Электрическая система этих автомобилей была очень нервной и инженеры годами и многочисленными прошивками исправляли ситуацию. При покупке Range Rover надо обратить внимание на все электронные системы, от лампочек до механизма открытия люка. Также надо обратить внимание на механизм складывания зеркал, на замки, на парктроники. Range Rover достался проблемный датчик угла поворота рулевого колеса от BMW X5. У него врождённые проблемы с контактными усиками, которые просто обламывают. После этого начинаются проблемы с ABS и системой стабилизации. Это легко чинится, надо просто установить более надёжные контакты. Ещё проще решается проблема с отключением функций складывания зеркал. Дело в том, что в зеркале отщёлкивается разъём на датчике положение. Просто засуньте его до упора, и проблема решена. У Range Rover хитрая вентиляция сидений, которая умеет обогревать и охлаждать. Нитей обогрева не предусмотрено вообще. Сзади, в спинке сидений, есть вентилятор, который направляет воздух на теплообменник, который под воздействием электрического тока может нагреваться и охлаждаться. Этот термоэлектрический преобразователь иногда выходит из строя. Умельцы придумали творческие способы ремонта, но лучше его заменить на новый. Есть аналог от Ford, который стоит $200. И не позволяйте пассажирам задних сидений ударять коленями в спинки передних сидений, потому что из-за этого может лопнуть воздуховод системы вентиляции, что ускорит выход из строя теплообменника. Кстати, может отказать мотор вентилятора печки и придётся менять его на новое. Чтобы поменять, надо разобрать всю переднюю панель. Кстати, вентилятор подходит от первого X5 и от BMW 5 в кузове E39. Range Rover 3-го поколения до первого рестайлинга оснащался двумя моторами – оба мотора BMW. Немецкие боссы поделились рядной шестёркой дизельной M57, но ограничили мощность до 177 лошадиных сил. То есть этот мотор на старой тройке E46 BMW мощнее. Вихревые заслонки и недостаточная мощность для этого внедорожника – это, в принципе, всё, что можно предъявить этому надёжному дизелю. Вторым двигателем был бензиновый V8 объёмом 4,4 литра M62 с оригинальной мощностью 286 лошадиных сил. Мы, кстати, недавно делали обзор такого мотора. Мотор очень специфичный, с многочисленными капризами и даже риском задиров. Кстати, это, наверное, самый худший V8 для Range Rover. Не поверите, но британский V8 служит намного лучше и требует меньше внимания к себе. Бодрый Range Rover с надёжным мотором – это машина после первого и второго рестайлинга. У нас машина первого обновления, которое прошло с 2005 по 2009 модельные годы. Это мотор V8 дизельный, объёмом 3,6 литра, то есть турбодизельный с цепным приводом ГРМ. Этот двигатель очень надёжен. Его разрабатывала компания PSA по заказу Ford. Если хотите, можете называть его SuperHDI. Просто меняйте масло в нём каждые 10 тысяч, а также следите за возможными подтеканиями антифриза, то есть за трубками и тройниками позади двигателя. Также осматривайте патрубки, по которым воздух идёт от турбины до и после интеркулера. В развале этого V8 есть теплообменник с корпусом масляного фильтра. Он очень редко теряет герметичность, и если теряет, то течёт антифризом наружу. В таком случае его надо поменять на новый. Стоимость – 900 долларов. Ещё одна подлость, которую может преподнести этот мотор – это закисание и обламывание свечей накаливания при их выкручивании. Обломанные свечи надо высверливать, а чтобы их высверлить надо снимать ГБЦ. На смену баварскому V8 под капот рестайлинговых Range Rover пришли двигатели, разработанные совместно с Jaguar. Это двигатель атмосферный объёмом 4,4 литра, а также двигатель объёмом 4,2 литра с приводным нагнетателем. Эти двигатели созданы на основе алюминиевого блока с чугунными гильзами. Практически беспроблемные моторы. Всё, что им надо – это качественное топливо и масло. Если двигатель начал дымить синим дымом и уровень масла в поддоне начал снижаться, то тогда надо просто поменять клапан системы вентиляции картерных газов. Если появились пропуски зажигания, надо поменять свечи. Если снизилась тяга, поменяйте бензонасос. С этими V8 всё просто. В 2009 году Range Rover в очередной раз подтянул лицо и получил комплект новых моторов. Дизельный V8 подрос до объёма 4,4 литра. Это всё ещё супер-HDI, потому что к его созданию приложили руку инженеры концерна PSA. Это очень надёжный и желанный мотор. Цепи у него не растягиваются. А вот теплообменник, который находится в развале блока, стал более хлипким. Он потеет масло каждые 100 000 км. Причём, через него может утечь значительная часть масла и появится соответствующий запах. Теплообменник надо заменить на новый. Стоит он 500 долларов. Но есть очень много качественных хороших заменителей. На этом турбодизеле по отзывной компании меняли сливную трубку левого малого турбокомпрессора, чтобы масло из картриджа не выдавливало выпуск. При этом машина устраивает дымовую завесу. Также в этом моторе во внимание нуждаются четыре переходных трубочки на впускном коллекторе. Со временем они потеют маслом и могут лопнуть, а при больших пробегах может попроситься на замену радиатор охлаждения двигателя. В последнее время участились случаи прогорания поршней на турбодизеле объёмом 4,4, но, скорее всего, это связано с чип-тюнингом либо с очень уставшими форсунками. Оба бензиновых мотора для Range Rover в 2009 году выросли до объёма в 5 литров. В первые четыре года эти двигатели приезжали на СТО для замены неудачного привода ГРМ. Цепь умудрялась раздолбать направляющие, а также повредить зубья фазовращателей. Также надо обратить внимание на недолговечный теплообменник и на недолговечный вентилятор охлаждения, который страдает от грязи и реагентов. Ещё раз откроем капот и порекомендуем менять крышку расширительного бачка раз в два года. Фирменный расходник Range Rover – это расширительный бачок. Его приходится менять из-за появления трещины и вытекания значительного объёма охлаждающей жидкости. Ну а оповещение о низком уровне охлаждающей жидкости может появиться из-за того, что поплавок датчика утонет, т.е. не будет держаться на плаву. Range Rover 3-го поколения продавался только с АКПП. С баварскими двигателями устанавливали слабые для такого большого внедорожника коробки. Для V8 – это ZF5HP24, а для турбодизеля – GM5L40E. Эти коробки едва ли выхаживали 150 000 км и уходили в ремонт по разным причинам. После первого рестайлинга Range Rover получил куда более надёжный современный автомат 6HP26. Но он страдает потерей герметичности уплотнений гидроблока, что проявляется в сильный мороз. Также надо его пластиковый поддон менять каждый раз при замене масла, чтобы исключить подтекание масла. После второго обновления Range Rover с дизелем объёмом 4.4 получил автомат ZF8HP70. Это более удачный автомат, не страдающий от перегрева, менее капризный, но всё ещё склонный потекать масло по поддону и по втулке электроразъёма. Автоматы Range Rover были оснащены термостатом, который был установлен на трубках, по которым АТФ идёт в радиатор и обратно. В ходе выпуска инженеры предложили вариант вставки без термостата и тем самым продлили срок службы трансмиссии. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы рассказать о других особенностях Range Rover. Помните, что в «АвтоСтронг» есть подразделение «Мотостронг», где вы можете выбрать и купить себе отличный мотоцикл без аварийного прошлого и с полным пакетом документов. Обязательно обращайтесь в «Мотостронг». Ссылки и подробности в описании. Как вы видите, у нас произошла замена. Это Range Rover третьего поколения, но уже второго рестайлинга. С таким же мотором 3.6 V8 турбодизель этот двигатель на этих машинах ставился до 2011 года. На Range Rover требуют внимание четырёхпоршневые и шестипоршневые суппорты, которые достались мощным версиям. Эти тормоза эффективны, но довольно-таки рано начинают подклинивать. Для того, чтобы решить эту проблему, надо устанавливать ремкомплект, а иногда вместе с ним надо менять и тормозные колодки. А на 5-литровых версиях установлены шестипоршневые тормозные суппорты. Они начинают подклинивать из-за неквалифицированной замены тормозных колодок, а грязь и влага им не так страшны. Обратим внимание на некоторую особенность дизельных V8. У них две сливные пробки, одна находится повыше, но менять её не имеет смысла, потому что для её откручивания придётся приопускать подрамник. Вся полноприводная трансмиссия Range Rover очень долговечная. Раздатка с цепью служит под 300 000 км. Её приходится ремонтировать из-за растяжения цепи. На многих машинах присутствует запотевание на стыке раздатки и АКПП. Ничем дорогим и серьёзным это не грозит. Надо просто поменять сальники раздатки. В нашем случае здесь всё сухо, но присутствует запотевание между двигателем и АКПП. Отметим очень редкие случаи износа подшипников раздаточной коробки и переднего редуктора, которые проявляются гулом. Гул может появиться при пробеге по 300 000 км. Все Range Rover подавались с пневмоподвеской. Её пневмобаллоны ничем не прикрыты от грязи, поэтому после внедорожных покатушек надо сразу ехать на мойку, иначе пневмобаллоны протрутся до дыр и лопнут. Кстати, оригинальные передние баллоны недорогие – по 270 долларов за штуку, задние – по 350 долларов за штуку. Также есть недорогие заменители. За дорожным просветом следят четыре датчика. Частенько из-за обрыва проводки либо неисправности одного из датчиков Range Rover проседает на одно из колёс. Ну а если датчики исправны, но машина всё равно без ошибок проседает на одно из колёс, то, скорее всего, проблема в утечке воздуха из пневмобаллона. Воздух, скорее всего, начинает травить по нижнему обжимному кольцу. Баллон лучше заменить на усовершенствованный. Передние пневмобаллоны могут пропускать воздух сверху по уплотнительному кольцу между штоком амортизатора и стаканом подвески. Если игнорировать сдувание подвески, то следом придётся заменить компрессор пневмосистемы. Передняя подвеска Range Rover 3 представляет из себя стойкий McPherson, то есть амортизатор прикручен к поворотному кулаку. Поворотный кулак снизу опирается на два рычага. Всё это очень похоже на подвеску BMW X5 первого поколения, но сделано и рассчитано на большую массу и увеличенные ходы. Ну и, естественно, с пневмобаллонами. Целентблоки передних рычагов можно купить отдельно как по оригиналу, так и по заменителям, и перепрессовать их. Также шаровая косовая рычага меняется отдельно. Стоимость оригинальных рычагов – 200-220 долларов. Заменители втрое дешевле. Любопытная особенность Range Rover в том, что втулки переднего и заднего стабилизатора наварены на его торсион и отдельно по оригиналу не продаются. Но если углубленно покопаться в каталогах, то тогда можно найти, что оригинальные втулки поставлялись отдельно для бронированных версий Range Rover. Рулевая рейка служит неплохо, но нужно следить за запотеванием пыльников на тягах и на входном вале. Если потеет сильно, то значит, надо её снимать для замены сальников. Ну а если рейка застучала, то её надо поменять на не стучащую из «АвтоСтронга». Все саленблоки задней подвески тоже детализируются отдельно. Обратите внимание на этот громадный нижний рычаг задней подвески. Его саленблоки легко выхаживают 200 000 километров. А вот развальные болты и саленблоки верхнего рычага приходится менять раз в два года, но эта процедура не затратная. На задних амортизаторах многих Range Rover появляются следы масла, но это с годами никак не влияет на их работоспособность. Если при проезде дорожных неровностей что-то в задней подвеске начало глухо стучать, то это на замену просятся задние саленблоки подрамника. В целом, шасси Range Rover 3-го поколения очень живучая и долговечная, полностью ремонтопригодная. Но помните, что лопнувший пневмобаллон не склеить. Ступичные подшипники буквально вечные. По карданам вопросов нет. Range Rover 3-го поколения с каждым рестайлингом становился всё лучше и надёжнее. Это действительно добротный внедорожник, на котором можно уехать далеко и вернуться обратно. Поездки на этой громадине с мощным турбодизелем даже дешевле, чем поездки на эвакуаторе. То есть все шутки про эти машины – это действительно шутки. Главное – обслуживать его на специализированном сервисе и вовремя, и тогда заезжать на ремонт вы будете гораздо реже. Ну а если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».